всем привет сегодня у нас выпуски андерлорд всем приятного просмотра здорово ребят андер сейчас имеет очень большой вендрить на простыне на турнире на мажике который мы стримим вот и мы сейчас будем андерлорда разбирать у нас классический андерлорд как вначале будет через ауры что на андере берут берут кримсон берут pipe лотус арт какой-то пенегат ос кухи там вообще там не такое весело гранаты в кучу житят града час настолько просто сделать kill это вот уму непостижимо насколько вообще граната и ибо этом вся стычка там 5 на 5 и герой просто кидает какую-то гранату короче гранату в москве вбрать щит хп довольно таки много дает даже если не юзаешь и вот в чем суть андерлорда сейчас очень плотная и такая сильная мета оффлайнеров с аурами если вы заметили то нам на думе даже берут сейчас вот порой от мидас отказываются берут pipe crimson на драксире на веноманстре все герои и на бисмастере тоже все герои в оффлайне они в принципе вокруг этого играют и соответственно андерлорд под эту мету очень хорошо заходит потому что кто не как андерлорд тимфайт герой первый скилл массовый второй массовый пассивка работает по всем еще есть портал при этом персонаж очень быстро фармит и может купить себе аурные предметы поэтому андер очень крутой он в принципе на линии предметы аурные вообще идеально подходит а какой у него вид рейд в паблике давай сейчас посмотрю андерлорда я думаю высокий достаточно 52 и 1 но я вот смотрю сейчас нам как-то даже больше побед чем лузов видимо в начале играли не понимали что покупать может быть по ощущениям даже как-то больше на нем выигрывают что персонаж еще и на линии очень сильный куча урона режешь куча сам урона имеешь по поводу скилов сразу расскажем пассивный скил 3 скил котором вкачал он режет дэмэдж сразу двум героям на линии и к тому же он работает на крипов он так не знаю если вдруг будет полезно режет по моему он базовый урон да так и есть то есть против морфов агильщиков любых морф пл там т.б. у которых белого урона много под против них он в принципе хорош прочь пола убивает еще иллюзии и этот скилл как правило качают на первом уровне потому что если ты первый возьмешь на первом уровне им будешь нажимать у тебя очень сильно мана кончается когда стоит взять первый скилл когда линия неимоверно сложная у вас очень слабый саппорт а у другов очень сильный саппорт допустим там против кого-то лича желательно первую пачку впушить в противника а вторую саппортом как-то подвыпулить честно эти пулы почти не делают почему хорошо замедление по двоим гранатка пошла станчик очень много урона что наставим вообще нормально почти на почти за каждого получается добитого крипа вы получаете урон дополнительные две единицы естественно урон прям хорошо так развивается хоть и не уверен что за добитого по-моему достаточно чтобы он просто умер если же за собственности погибнет герой временно получит дополнительный урон то есть подавра и вам нужно просто чтобы крипа и дохли вражеские и вы будете каждый раз получить по 4 единицы урона как мы видим уже на третьем уровне на первом двоечка добивая героя если герой умирает просто в радиусе пассивки то вы слишком много урона лутаете посмотрите просто бам-бам такие прям плотные плюхи но он вроде как догоняет хорошо если что вот я про не понимаю доту вот у него мс на 5 был меньше каким образом он догнал кто-то может подскажет он дал . потом побежал за ним и дал еще одна я думаю это связано с тема бежит ли героя по прямой траектории либо потому что кто он шаг в сторону шаг влево шаг право делает вы уже догоняет может быть скорее всего была ошибка имена дизраптора андерлост а понятно по прямой бежал а дизрик видимо там заняли ничего немного аурного забирать уже по-моему он тут сейчас может в один конец отправиться он тут один почему-то земель а под ботом и почему-то под ботом на земле и тут вообще я просто фришный килл на дизрапторе который вот после типа должен умирать а по итогу умирает андерлост потому что земель а почему-то в боте и у сейчас он приходит бывает бывает пассивку еще почему качает потому что ну скажем так вы просто можете не убивать героев а играть на свой кс и чем больше режете урона вражеским героем тем им сложнее еще добивать то есть вы надловать и все в теории можете все всех крипов убивать на линии и да найти формить земель я выдавлю сделал чуть-чуть там фида ваще прилетел еще умер на вот и подвигая как хорошо маны у вас не очень много вы там два-три раза первый скил нажали мана закончилась но с пассивкой это не так работает пассивка вечно работает а из вг вы просто стоите кликаете под вышкой вас невозможно убить так что ваш тайминг это быстрый вг как и сейчас на многих вообще оффлайнерах потом в crimson берете против файлов из урона вообще гранатка работает и он его заберет гранату его реально можно брать на андре как мы видим подтыкал еще поэлла плюс 50 урона из-за того что дизратор умер под под аурой и вот на пятом уровне тут я бы уже по-другому раскачивался я бы первый скил максим приоритет потому что уже пассивки достаточно уже и так невозможно против вас крипов добивать упала что вы понимали 59 урона сейчас но вот у андера там с так она пассивой очень много да все еще все да знаете и вот тут уже нужно первый все правильно делает в принципе база соу маст хэв шмотка я думаю что иногда даже можно покупать соу ринг себе без ботинка если чувствуете что просто будете фармить он дурит вряд ли прибежит как-то гангать да если прибежит какая разница и просто эти плотно линию главное вначале не офигевать типа деретесь тогда когда есть такая возможность если вы играете просто на свой левел уже хорошо ваш герой как бы не не всем приспособлен бегать за персонажами и постоянно как пытаться их под напрячь выпуливаете пачки вот так к допустим он делает и на нейтральную ведете когда уже соу ринг есть просто с памяти первым скиллом фармите очень много андер спокойно может иметь 5000 на 10 с хорошей линии пытается доесть 6 уровень в общем алиса валить против против андера хорошо работает героя вообще сложно с линии выгнать но практически невозможно на самом деле супер сильный лайнер короче если хотите взять героя не париться вообще ни о чем сквозь супер простой геймплей просто пушите пачку парме и заблуждение есть заблуждение что там андер лорда вообще урса какой-нибудь с ларок до всегда были хорошие в андер лорда и заблуждение что эти герои как бы контр пике и на линии тоже на самом деле нет вот у нас был мажор мы стримили и там три матча по было андер лорд саппорт какой-то ранжевой против урсы тоже и саппорт соответственно и против сларка и саппорта там насколько без шансов проигрывали эти сларки урса этому андер лорда ну просто вот он не теряет хп и в моменте когда слаг хочет там под нас так они просто вдвоем начинают кликать по сларку или по урсе и там слишком много урона андер лорда и невозможно его перебить покупая вг вы просто неуязвимы стоит она по игре урса естественно классный герой плюс сларк по аналогии потому что урон в стаках вот и чем больше бьете чем лучше комфортнее стоите я думаю monkey king очень неплох будет потому что пассивных аппоригену мк есть вот и помню кто же играл ауджи против liquid и вот тогда мк вперед ногами вынес андера почему потому что в долгую monkey king может размениваться и залой стила он на стакал урона немного потом урон прибавляется плюсовой до который не режется андером так еще и эреген хп то есть мк вообще шикарен андера оставляет ластычку не успеет еще по идее обратно прилететь если было чуть не будут тп 3 секунды идеально сразу же реализация ультимейта ну и просто кач 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 ультимейт в целом можно рано брать банально чтобы ресурсы себе пригодить выйти как-то выжить и тут он друида забирают идти пищу я еще и с паузой грязно грязно фармите чем там все файзы несет какие-то что бармора добавить чтобы вообще было очень сложно убить но невозможно он тут увидел что пальчика прыгающего хорошо копию паэл нажал квартире есть и фарм идет в яичку взял второй скилл так чисто до ситуативненько чтобы цеплять можно вообще первые выкачать 4 чтобы прям фармить и по нейтралки я думаю что андре лорду все еще нужен моно риген любой вообще потому что одного soul ринга будет недостаточно как мне кажется он по итогу взял себе 200 мания от копья от лэнсов персита и он на пол дропать будет и нажимать soul ring тем самым больше маны будет получать теперь по работе собственно первого скилла и второго первых скилл это фаерстром нажимается на местность шардом вы можете нажимать на себя этот скил будет вас половить как работает урон там есть урон от волны от каждой фиксированной 90 дэмэджа на последнем уровне и урон в процентах то есть это скилл очень сильно бьет по в принципе любым героем и на любой стадии игры потому что урон процентажный целом просто хороший скилл из-за того что когда очень маленькая вы потом берете еще два таланта на десятом и на пятнадцатом можно взять на радиус и на перезарядку вот и очень быстро фармить очень много урон наносить второй скилл руты ставите на пол кладете на пол питов мэлис кто наступает рутается все просто там проходит некоторое время если враг повторно стоит в этом круге то в этом кольце то он повторно рутается поэтому комбинация с атосом раньше на андре была очень сильной что вы делали вы нажимали 1 2 враг в оцепенении и там окно три секунды вот это окно три секунды как раз атос закрывал он там получается тройные тройные руты проходили по герою с атосом от 2 от атоса и снова 2 улетает обратно вот такой вот геймплей на этом герое кайфовый кайфовый и при этом ну поэтому собственно и фарм у персонажа очень большой из-за когда я белки первые из-за того что прилетает коннектен сам плюс улетает обратно фармить у него супер нетвор слушай ну пол имеет 5000 был прям хорошо качать упала 4 кило чудом красиво андер первый потом 3 тиммейта его убить на самом деле будет невероятно сложно поэтому они пытаются а там 10 подойдет из-за помара закончится ландера и дэмэдж упала просто будет отсутствовать он не будет вообще дамажить там пыли до гримс на нее недалеко два слишком мало ребят недостаточно ну да мой мэджик нужен любой мэджик урон бит райдер какой-нибудь не знаю шторм пусть будет молки берешь вангвард пайп его все кайфуешь да так так и делают так и просто идут вперед на этом андерлорде он и тему не дает убивать и и при этом сам такой очень плотный потому что не забываем что пассивка еще и урон режет врагам то есть до кучи это прям очень очень сильно надо как-то быстренько быстрее фармить урсе виспу целом у них неплохой драфт на врагов тоже драф довольно таки интересный талант вот на десятом уровне он взял себе армор в целом так и берут на этом аурном андерлорде плюс если посмотреть на вражеский пик у них три кора которые бьют от руки легион колон друид и ипл поэтому армор тут важен но радиус он тоже хороший в один просто во всех прилетел а по нему ровно не будет вообще состоит кликает подальто веника там будешь помогать хотел зацепить дизрафтера чтобы дизрафтер тоже умер на фейзах удобно набегать как мы видим просто от кампа к кампу бегать легионка тычку дала было смешно урон вообще не нанесся у нее 150 чтобы ты понимал он у суда и но но три блокирует медведи еще забрать и еще медведя дайте ультракилл усойди хорошо хорошо по метрам пашечку на поле но это было бы сильно кстати с этапе twist но там уже телепорт делается а в тавра не было по поводу портала вы нажимаете получается портал на любую точку карты и минимальное расстояние 2000 интересный момент что когда вы телепортируетесь в этом портале или ваш тиммейт вы получаете меньше урона на 30 процентов на последнем уровне об этом никто не знает только игроки на андерлорда так что знаете то что андеру нужно дать чуть больше дамы же чем обычно топ скорость передвижения 30 процентов а это что такое получается на три с половиной секунды баф висит понял то есть даже если ты видимо вылетел с портала идешь файт исполнили секунды ты быстрее двигаешься и меньше урона все еще получаешь такой хороший баф вообще full full team fight героин лорд слушая путь и обратно за пуджом а будь обратно летит но он успеет на андре тысяч подать уйти не получилось да в дальнейшем выберете себе пайпа запустим здесь pipe он не нужен был мальонка и он решил в такого кора пойти сабля радик можно шиву себе еще купить пораньше что покупать вот если допустим не хотите саблю шиву и радик solar можно взять можно взять все тот же атос на большее количество контроля можно взять себе guardian грифсы на ману чтобы прям постоянно первым с память в целом выбор артефактов он очень большой лотос берут тоже приятный предмет можно говорить даже форсик взять и если прям пока шар пораньше купить курса поэтому пережил дуэли андер ты пишется чтобы помочь софармил пачку его вернули ну окей покачается тут двойная . на 150 доптям уже залетит да да это это приятно мне нравится очень саблика да и по 2 спом тем более коровым тонн вышку не забрал он рыд просто подошел знаю какой-то блинг потом приобрести abyssal вот порой выходят такие шмотки в лейтухе раньше точно так было сейчас не знаю еще по поводу пассивки почему при хорошей игре иногда важно подмаксить потому что длительность бафа очень долго висит на последнем уровне 65 секунд и вот мы видим у него урон сохраняется 144 до сих пор он его продолжает настакивать подцепил сейчас замедление от саблики очень больно пуджу цена проблема такого андерлорда то что иногда сложно дойти чтобы ударить сабли есть crimson тычки сабли замедляет еще нейтралкой наперед закидывает скилл побежал замедление снова сабли руты . . нормально он подтыкнул по легионке один стыкил для андерлорда и 10 тысяч на творца на такой ранней минуте но по-прежнему три оппонента идут следом он конечно хорошую игру имеет на андере я думаю вот он поэтому может и не ради копит а чисто для чего чтобы теме помогать ради каши его как вместе а этому хорошо стакаются против из героев и физпика и миссы накладываешь тиммейтам помогаешь и в принципе армора еще больше и атак спид режешь очень сильно прям очень сильно это убил закрывает дражеские героев так она 15 что еще талант радиус пиков мэрис рейд босс идёт вам пить куда ты ку реально дал еще андерлорд хорош против весьма контактных пиков если врагов там куча милишников прям вообще балдеешь на андерлорде точно будешь пить и бить от руки раз будет талант на пятнадцатом уровне левые и шардик не забывайте тоже на андере покупать потому что он дает больше дэмэджа там уменьшается длительность интервал вот и 33 получается волны у вас больше на три волны взял себе айтем в парфанкс и регенит и от скиллов и от тычек с руки очень сильный предмет на алхимики сейчас берут там который обилками от руки регенится и на андре прям замечательно и не представляю как они могут андре лорда убить если честно что вообще crimson дает crimson помимо того что врагов и так урон от руки немного так crimson еще и при активации блочит получит сколько на 8 секунд сто процентов шанс заблокировать семьдесят плюс пятьдесят процентов от силы владельца андерлорда сколько силы 86 то есть он еще 43 блокирует то есть 113 урона он сто процентов блокирует 8 секунд представляешь вот пл тпл у тебя иллюзии бьют где-то по но 60 пусть будет и ты full просто crimson закрываешь фантом лансера но его там 3 4 да и у самого пл а при этом урон 180 а теперь давайте еще посчитаем то что андерлорд режет с руки урон на сколько процентов на 30 и соответственно у даже у героя урон просто ноль физически ноль понимаешь насколько это жестко на андере crimson брать все вообще герой не и ил и мишка при этом не дамажит он crimson нажал просто веник не получает вообще урона андер крутецкий так еще решил подтепнуться но к порталу побежит или крыша на очень хорошо то вот легионка мне кажется зря в этой игре блин взяла ей надо было через и верно верно играть просто можно было бы в этого андерлорда с лидером эти дышите я думаю ничего бы не спасло думаешь все равно бы не хватало урона там вот мелочь я думаю да еще да еще дайте нужно осушить сильвер ты так тоже сравниваешь в линк стоит две тысячи а сильвер стоит дороже там 6 не думаете по деньгам нормально башку фармить 6 тысяч у него был в билд фэйзы стик силе 9 300 я думаю дворс я думаю его нужно просто доджит на андерлорде по максимуму нужно как-то пытаться урсу хлопнуть веника виспа андерлорда просто игнор и в него и в него еще и crimson как вот дождь жить вообще непонятно как-то качаться качаться до тех слотов это когда ты сможешь подраться в данный момент времени да они сильно проигрывают андеру не пак слишком много шаши его возьмет урон не будет уже талант имеется на кд под шардик этот талант вообще шикарный вы можете просто на себя вешать первый скилл и вечно бегать под первым скиллом файте перске будет вас половить это вообще приятно враги не уходили из-за вашего первого раньше шарт еще нам надо логи давал в регионится а сейчас сейчас сожалению в регионы нет вроде 16 уровень бежит потоп а и но еще не забываем естественно вот мы вам рассказали про то что пассивка режет урон crimson соответственно на этот остаток весь урон блокирует так еще и армор же у персонажей есть просто базовая броня которая блокирует тоже уроны и соответственно даже тупо 0 стойте ребят под андерлордом все он уже урон живу себя докачаешься ты пачки на тайминги превосходные ультимейт у него есть если что к теме за канаткиса но не всегда нужно играть как бы вторым номером ждать пока на вас нападут потому что тиммейта могут и перстануть а ты прилетишь этим это же умер иногда выгодно впереди стоять угры из потратили вообще шикарно он бы повторно прилетел просто в центр файта ты пашет получил урон вернулся под 26 жестко дэмэджа блоки эти конечно тоже очень сильный обзор ночью дают вам парфонс который нейтральный очень приятный предмет ну и сал как мы убедились вообще мастер предмет потому что мана кончается очень быстро вот надо тем более там она берн присутствует ясно и варик когда можно скипнуть soul ring когда вы через гриф сыграете и ранние арканцы берете в горконцы если маны хватает окей ну по-хорошему соул даже больше чем арканцем она дает на что постоянно его кликаете гривцы аура гривцы кайфовый артефакт но мне кажется для андро ему повод прямо если он покупает грифы ему очень сильные масса не хватает чересчур медленно так он просто 1 идет идет 1 и в него не напасть тоже свой кайф имеется по-любому слот подвину лисик нужен сто процентов если грифсы покупаешь можно да почему нет а ладно просто фармишь фармишь на ульте прилетаешь прям цеха в центр файта если кто не успел то нужно ничего страшного если что улетит кто-то убежал улетаешь обратно качаешься открывается портал и просто спину летит еще и какие до конца не научились до перерождения бабах нового можно обратно улетать на четвертой секунде нужно тэпаться в портал но они кстати говоря теле терминатора этого забрать но тут уже нет босса которого шарник получаешь халявный первый торс по-прежнему ведет за собой игру приятно под таким андером играть все команды топовые час gg кто еще многие на самом деле рейтинг under lord а к на пятнадцатом уровне что у нас есть вот тоже у него еще очень хорошие таланты на андерлоге что 10 уровень оба таланта на пятнадцатом никогда не нужно брать радиус питов мэлиса зачем тут 4 секунды на вашем основном скилле кд на двадцатом уровне я думаю всегда берут процентажный урон плюс единичку принципе весьма приятно можно в принципе взять левый талант вот в этой игре левый талант будет сильный 15 процентов к снижению еще урона от пассивки чтобы легион кейпл просто не заходили в катку попытка была просушить и спа не получилось но целый дар как же он долго жил жалко что файд завязался у тапа нет ну вот и правильная соперников идеальный момент культуры какие-то поделать на хорошо поймали тайминг будет он андерлорде и без бы выжил бы и скорее всего там герои вы умирали вражески не забывайте толкать линии сейчас вам никто не скажет то что типа чё ты качаешься братишка доставь качка чем на карте слишком много хотите фармите ну буквально там в полтора в два раза в принципе фарма стала на карте больше всем хватает час комп и всегда не зачищенные скажем так всегда что-то есть на карте чтобы фармить можно нижний лес средний нижний лес и то же самое у врагов инши увеличились по количеству сиди кайфуй крипов дают бить бей и в этом ходе тоже плюсом до лорда в этом патче да потому что много фарма много фармит и тп шутся нет такого что он там не законнектится в драку блин хочется еще увидеть после радика чтобы мобильности этому герою добавить красненький да ну красненький в идеале можно можно почему опять пауза ставится ну потому что исполнить до этого ангел за понятно заслужил заслужил ошибочка там старый бог на успе наверное точно не спе играет может не он старого бога там приписка зверь это по профилю похоже что спамер спа может и он дайте радик докачать ребят не деритесь дайте просто пофармить радик потом пойдем подеремся думает андерлорд улыбает меня название медведя у андроида кусачий гондон жестко подписал его где-то я такое уже видел да а мне имели по вам рассказывал лучше торопили да 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 это он же был по моему да обсюду этот вроде этого он же любите мы видим даже видом есть стоит ли кираж но вроде как на рамках слушая можно еще гарпун взять от сабельки мобильности на самом деле добавляет ну что можно притягивать собраться с герой да нормально прилетел за руталов там нару ты снова подкинул вроде прикольно слушая сатосиком и гарпуном этим можно вообще с ротов не выпускать ну просто я на притягиваешь на дисплеалов нет боковой манды там был хорошо играет вообще не умирает много фармит опять спину к андерлорду взлетает у медведя возвращается подошел и без не работает какой спать но полчета пытается пшикать у него академ на поле что ты понимал это сильные иллюзии должны быть которые много дамажит но урона нет пока crimson под вышел андер просто и впереди шива имеется набегает но вот конечно диффузики неприятно артефакт андерлорда ведь и действительно кстати герои которые моно сжигают очень хорошо работать будет просто дверь сману он кнопками не спамят ничего не делает просто бегает их мешок это нужно прям 1300 забернет не знаю должен быть очень феноменально долгий файт антимакс манта я думаю быстро справиться как я придумал тогда новый билд на андерлорде тут все это дело берешься блогстон который их по регионе приманки да тоже от любого магического то есть от 1 от радика отшиваю через помогу забрать но он все добьет упал самостоятельно файт вообще входить не может да да грызь пол машина но его подцепили не плохо манмелья очень хорошо земель и конечно прочь пола работает вкатывается и всегда находит настоящего и упал а я думаю винрейт против земель и такое себе всегда он был играл не очень приятно играть просто из этого не ульта не работает это понятно за метло тоже саленс и 2 без кд он пока да я подсвечивает настоящего при этом все это время или ничего не делает никакого сдать не может станов нет это вот основная проблема то что не можешь фокус по нему бы ринка дать это тильтуют тебя немножко красиво билд пола выглядит вот вроде тараску не купил а вроде и хорошо он дрлода процентажный урон пробивает сильно сказать что брегена не было без пандера и урс тоже станет аганимчик аганимчик прикольный на поле я спреподумал что это мусор почему я должен покупать за 4 200 то что я раньше покупал за 1400 то есть раньше сейчас аганим это вот копья от летающий но там отскоков больше стала на 1 и в целом аганим тебе дает статы как артефакт копье будет соответственно дамажит тоже ты моган это не так плохо но фон в лацари как может показаться на первый взгляд еще и кираса сверху идеальный билд против кизовиков законтрил по максимуму они говорят сейчас на хэга пойдут по ощущениям ну блин против пайла будет туговато на благо андерлорд есть иллюзии не такие противные вот как так повезло что он андер фпл тоже матчмейкин конечно немножко не балансный в плане пика очень неприкольно что ты пикаешь героя и параллельно даже вот пикают с тобой не пытаясь тебя закрыть просто могут фул контур пикнуть андер это же вообще идеальная комбо было контрат очень очень сложно полу играть против андера там отсюда или кстати говоря то что и без виз почему-то взял сыр спасает андера паладин а был сервис пудать а я дискуссия без бы любого героя захилил бы проседающего он просто на них летит плюс 300 дамы джа уже плюс 335 кираса почти готова чулаком походи шибер таракашки дайте только дайте просто дайте вы уже отталкивает всеми возможными способами да там виск добивал красивый андер плюс виск тоже очень очень интересная комбинация героев ну и поэтому кираса почти готова таланты на двадцать пятом уровне давай обсудим там 50 процентов урона от отрофе ауры для союзных героев то есть если вы нас так или 200 урона то каждый из тиммейтов под вашей аурой будет дамажить плюс то в целом нормально либо оцепенение на 065 но тоже нормально самом деле не один талант не имбовые но левые прикольные потому что допустим убив всех героев и оказавшись под вражеской базой вы можете иметь там 300 урона от пассивки зависит на по 150 дать каждому тиммейт и даже саппорты будут хг очень плотника так разбивать но это опять же не имба роты наверно в общем будет покруче полсекунды хоть но по всем хг ломают но враги как будто бы еще раз попробует по итогу жмёт бай чтобы не потерять трон урс вообще дисконектнулся они его не ждут он там на фонтане стоит это ребят закончим и без него но спасибо что притянул лучше в общем красавчик просто там от чего-то умирает проявл какому плохо напояли продает все шмотки кираса еще еще гарпунчик может купить не на очке и гарпун надо купить это фонтан очень не дамажит где я дэмэдж лиспс тараска регенит армора 13 плюс 49 красиво the lord сын маминой подруги купил все сам за импактил сам убил всех сам а вот и урса на готовенькая прилетает а там уже тима трон сломала обидно ему можно отключаться на урсе получается да можно было не заходить на шуме часа ведь падающий посмотрим по урону что там по дамагу и 31 тысяча больше всех полученный урон ну не больше всех он особо то и не умирал и в него часто не нападали удивительно что у легионки так много урона она просто прыгал первый скилл по всем нажимал и было email как-то вот себя отражал ну неплохая интересная к . срочная такая получилось пишите комментарии всем пока пока пока